Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И у нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Михаил Алексеевич Петрунин. Здравствуйте, Михаил Алексеевич. Добрый день. Насколько мы выяснили до начала программы, вы депутат трижды, но дважды два созыва в Совете депутатов городского округа Люберцы. А начинали с чего? Начинал я был депутатом поселка Малаховка, потом был депутатом первого созыва и сейчас второй созыв городского округа Люберцы. Вы молодой депутат, вот первая ваша депутатская деятельность в поселке, вас попросили или это было как бы такое собственное желание пойти в депутаты? Это было... Изначально я шел как молодой человек, я занимался общественной деятельностью, так меня это все заинтересовало. Меня попросили как технического. Говорят, попробуй туда-сюда. Если получится, то... Ну, там было, то что не получится. То есть представители активного отряда молодежи. Да, да, да. А попробую это, ну, как бы такая, больше техническая. Потому что был основной кандидат от партии власти. Я попробовал, там, какие-то проблемы возникли у основного кандидата, уже там, не помню. Да. И так получилось, что... Вы стали основным. Я стал основным. Вот как в жизни бывает. Да, да. Судьба вас так угодила. Ну, и судя по тому, что вы уже второй раз уже идете в совет депутатов городского округа Люберцы, ну, наверное, если бы вам это не нравилось, если бы все было бы против вас, да, то, наверное, бы вы не согласились, не пошли бы. Я так понимаю, что какая-то ответственность и что-то тянет вас в этой работе. Мне нравится сама общественная деятельность. Мне нравится, что, будучи депутатом, можно где-то помочь и конкретному человеку, и округу в целом. Сделать жизнь лучше. Поэтому я этим и занимаюсь. Основное, конечно, дело – это бизнес. Ну, когда есть время, уже начинает появляться у тебя на общественную деятельность. Ну, кто-то занимается там спортом, кто-то там искусством каким-то. А вы общественная деятельность? А я занимаюсь общественной деятельностью. Ну, и я так понимаю, что бизнесмен, который умеет выстроить свой график, ну, как у нас бизнесмены делятся на трудоголиков и супертрудоголиков, да? Вот, потому что кажется, что каждая минута, ну, тебя обогащает каким-то образом. А вы бизнесмен какой, в каком направлении? Строительство. Строительство, понятно. Строительство. Строительство. Ну, в городском округе. И поэтому мне этот город не безразличен. Занимаюсь в Московской области, но в других районах. Ну, а в какой комиссии вы сейчас работаете? Я сейчас в комиссии по строительству и в комиссии по бюджету. Ну вот. Ну, кстати, строительство, бюджет – две таких комиссии, соответственно. Ну, и тут я понимаю, что в комиссии по строительству точно ваши профессиональные навыки, просто, ну, вот, бизнесмены, они помогают вам. Да, конечно. Когда ты уже разбираешься в вопросе, ты знаешь, как там положить кирпич, или начиная от именно вот такой прикладной, и заканчивая… Сдача проекта. Сдача проекта, понимаешь, как документы, понимаешь, с какой стороны вообще открыть этот проект. Да, где могут какие-то неприятности быть, где нужно проследить. То есть вас уже просто так не обманешь, если нерадивые какие-то строители заниматься этим делом. Ну, и я так понимаю, что все-таки вас избрали, это, получается, второй у вас уже срок как депутата. Избирательная компания легко для вас прошла или пришлось побороться? Ну, любую компанию надо бороться, я считаю. Тут легких компаний не бывает, и сюрпризы. Даже как вот мои первые выборы, когда еще в поселке человек думал то, что он как бы уже депутат, уже уверен. И вдруг не уверен. И его, да, вот так вот где-то уверен. То есть вы до последнего все-таки думали, что, ну, вариантов может быть два. Так это же выборы, как народ проголосует, как народ. Но вы же общались с людьми, они приходили, вы понимали, что чем как дышат люди, какие у них проблемы, как они на вас смотрят. Особенно, наверное, вот у нас были депутаты, которые первый раз пришли, да, но им как бы проще. Потому что он, в принципе, может, ну, грубо говоря, все что угодно сказать, дальше уже будет проверять по делам. Если он выполнит, тогда глядишь и на второй, и на третий срок, если такие депутаты у нас. А у вас уже второй срок, значит, вам нужно уже чем-то отчитаться, что я уже сделал, вот посмотрите, я готов работать дальше. И это уже выбор людей, если они вам доверили, говорят, он нам нравится, пусть работают дальше. Или даже если, например, ну, да, вот первый выбор был в одном, скажем так, поселке, потом город и так далее. Тем не менее, все равно, а вы были уже депутатом, то есть человек понимает, опыт есть. Вот насколько у вас эти встречи на избирательных участках проходили, ну, на избирательных округе происходили, и что вы получали, какая была обратная связь от людей? Обратная связь очень хорошая, и в процессе даже избирательной кампании удавалось решить много проблем. То есть сразу показать, я могу. Да, 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 сразу показать, особенно когда ты знаешь уже, как это работает, кому подойти в администрации попросить, кого-то там, управляющую кампанию, как общаться и так далее. Тут в этом плане, конечно, было проще, имея опыт, общаться с жителями. Ну, все лето провели во встречах, все лето. И вот результат. Да, работая на округе. Да, как вы находите нынешний совет депутатов, который все-таки поменялся почти наполовину? Ну, как находить? Пришли тоже, зная, как бы, может быть, не зная кого-то лично, кого-то нет, пришли профессионалы, люди, которые... Живут в городском округе Лювертса. Живут в округе, которые профессионально связаны с округом Лювертса. Так что, я думаю, совет будет очень рабочий и... Ну, и тем более, вы же перспектива. Одно дело, например, чиновник, который решает свои вопросы со своими, да, подходами. Другое дело, когда бизнесмен, у вас же по-другому все-таки должно быть выстроено мышление по отношению к тем процессам, которые происходят. Тем более, сейчас, когда, ну, мы находимся в таком, в зоне определенных перемен, там, со строительством, скажем, с материалами и так далее. А город, городской округ Лювертса, как любой город, да, вон, Москва строится, но нет такого дня, чтобы ты где-то не проехал, и трактор что-нибудь не рыл. Что-то не рвнялось, да. Уж тут другой вопрос, надо ли везде рыть, но это уже, как бы, решается, наверное, существует в любом городе генеральный план. Опять же, существуют депутаты, которые решают эти вопросы. Ну, это все глобально, а мы давайте с вами в хорошем смысле слова опустимся на землю, вот именно когда люди на местах задают какие-то вопросы. Вот какие наказы во время избирательной кампании вы получали, какие же вытрепещущие проблемы сейчас есть на вашем избирательном округе? Ну, на моем избирательном округе проблемы, мой избирательный округ это четвертый, это микрорайон самолет. Новый микрорайон. Любят, да, новые. Там особые, наверное, проблемы. Особые, да, проблемы, потому что там и транспортная доступность, которая сейчас очень хорошо решается в рамках федеральных даже проектов. Там с торговлей большая проблема, то, что у людей микрорайон строился без, ну, людей там в супермаркетах просто банально нет. Да, без инфраструктуры, да? Без инфраструктуры, да. Я, кстати, там когда-то давно, когда он только начинал, планировал даже квартиру купить, представляете, так бы вот сейчас бы вы были моим депутатом. То есть, я так понимаю, что они построили и... Ну, еще достраивают. Ну, достраивают. Но, тем не менее, в самом плане, да, что-то было не заложено, и люди просто еды не хватает, ну, чтобы выйти купить, никуда не ехать. Да, нет, у них банально то, что как проект был, первые этажи у них все квартирного типа, и ни одна продуктовая сеть, ну, не может сесть войти. Войти как большой магазин. Ну, да, потому что они кабинетного типа, да. И люди вынуждены ездить, ну, за банальными такими продуктами куда-то в город Люберц, а по, опять же, транспортной доступности, когда она... Ну, это ладно, сейчас еще какие-то моменты доделали, доделываются и будут решены в будущем. Раньше до туда и доехать было в районе 40 минут из города. Может быть, там взять и построить какой-нибудь огромный комплекс? А застройщик сейчас строит уже... исправил свои ошибки. Понял, что... Да, в проектировании, и новые сейчас дома сдаются уже с полноценными... Помещениями. Да, встроены пристроенными первыми этажами, где это все как бы будет решаться. Причем странно, но, наверное, здесь уже вопросы к тем, кто принимал решения по поводу строительства. Я имею в виду, ведь даже в советское время, когда вот эти первые появлялись, 9-16 этажки, везде там планировались какие-то огромные гастрономы, там магазины самообслуживания это тогда называлось. Потому что всегда считалось, что первый этаж... А потом, кстати, смотрите, с другой стороны, в любой город возьмем, хрущевки, да, да и в городском округлюберце. Вот первый этаж, чуть-чуть даже от Москвы отъезжаешь, первые этажи все выкуплены. Все со своими... с разного вида ступеньками, с разного вида страха ступеньками ведут, значит, все это нарезано и так далее. То есть получается, что неправильный был изначально подход, и обычная бытовая проблема, да, человек покупает, причем, ну, не за маленькие деньги квартиру, а купить хлеба, ему нужно ехать в центр Люберец, получается. Странно. Ну, да, мы обходились мини-маркетами, но, как всегда, мини-маркет не покрывает всех потребностей. Ну, и потом он дороже. Человеку он и дороже, да, и ясное дело. Застройщик планировал то, что там будет торговый центр. Я так, насколько я в эту проблему вник. А потом торговый центр отменили? Нет, торговый центр продали инвестору, который собирался реализовывать этот проект. У инвестора, так я понимаю, много разных проектов, и он до этого проекта еще не добрался. Ага, то есть, в принципе, он еще как бы где-то даже существует. Земля есть под торговлю, который изначально проектировался этот микрорайон, или даже, наверное, район целый. Ну, довольно странно, потому что кажется, что если построить там, это же доходное, в общем-то, мероприятие, а купится довольно быстро, нет? Вы как бизнесмен считаете? В том-то и дело то, что это все вот банально, когда в нашу рыночную экономику люди просят магазин. У нас, наоборот, сейчас многие муниципалитеты где-то борются с магазинами, потому что переизбыток где-то. Отменить круглосуточный режим, вот эти вопросы. Да, когда на одной улице, там, 3-4 или на одном пятачке супермаркеты. Сплошные магазины. Да, сплошные магазины. А тут обратно, я, если честно, первый раз встречаюсь с такой картиной, когда ты выходишь, и первая потребность у людей, ну, кроме транспортной, это первая, а вторая, это помогите нам здесь организовать нормальный сетевой магазин. Ну, да, потому что, в общем-то, ну, мы же помним то же время, особенно, ну, там, лет 10-15 назад, когда появились первые крупные, там, мегамаркеты, когда людей, людей это было, ну, развлечение, но для этого нужна машина, сесть, конечно, все было за пределами Московской кольцевой, если говорить о Москве. И все выезжали, и день там проводили, потому что и кофе можно попить, и кино можно, кстати, посмотреть, в болинг поиграть. Вот, но при этом тогда было необходимо вот полностью эту тележку забить едой, и на так вот день проходил. То есть часть от этого ритуала, безусловно, осталась, но когда, мы же воспринимаем, это людей такой средний класс, у которых есть машина, силы, возможности, а если это, ну, не молодая женщина или семья пенсионеров, ну, куда они поедут-то, да, для них это целое испытание. Да, и... Вот, хорошо. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, вот видите, как у нас неожиданно мы целую такую проблему обсудили. Напомню, что у нас в гостях Михаил Алексеевич Петрунин, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», у нас в студии Михаил Алексеевич Петрунин, депутат Совета депутатов. Какие еще вопросы ставят ваши избиратели? Ну, тоже такая одна из главных проблем, наверное, всей нашей страны, это проблема ЖКХ, потому что люди не понимают... Как платить, наверное, прежде всего. Как платить, за что они платят, за что с них там, почему с них летом берут за тепло и так далее. А зимой вдруг приходит счет ничем не меньше, чем летом, а гораздо еще иногда и больше. Да, да. И вот хорошо, вот если человек обращается к вам, ну, в общем-то, вы же не являетесь в данном случае сотрудником ЖКХ. Вы в управляющую компанию обращаетесь или как? Или через депутатов? У нас депутатов много, которые хорошо в ЖКХ разбираются и работают там. Да, да, это вот хорошо, что у нас такой совет сбалансированный. Я слагал полномочия депутат первого созыва, я уходил на работу административную. Я был первым заместителем главы городского округа. Не Люберца, другого, в Московской области. Вот. И со многими проблемами и их решением я знакомый, как тарификация проходит, и... Почему она так проходит? Почему она так, из чего тарифы складываются. Ну, есть какие-то моменты и недобросовестные, там, управляющие компании или ошибки. И с каждым человеком, ну, есть как бы общие проблемы, а есть, которые уже в индивидуальном порядке. Или, там, в ЕРЦ расчетный центр, обращаясь в управляющую компанию. И где-то приходите к пониманию, из чего складываются его тарифы. Ну, вот тут возникает тоже такой вопрос. Он, безусловно, не к вам, он к тем людям, которые конкретно занимаются тарифной вот этой вот, скажем так, политикой жилищно-коммунального хозяйства. Но есть четкое ощущение, что система... Вот нет такой уверенности, что ты получишь платежку и что там все правильно. То есть, когда ты, конечно, получаешь меньше, чем предыдущую, тебя как-то от сердца отлегает. Как только ты получаешь больше, ты начинаешь смотреть, считать. То есть, нету такого ощущения, что вот сама математическая схема работает стопроцентно правильно. Что все время кто-то где-то ошибается, где-то что-то написали. Причем, почему-то не в сторону жителей. Да. Почему так происходит? Я не могу просто так обвинить, например, кого-то, потому что я не знаю, это ошибка. Но есть ощущение, что не просто так. Да, есть такие ощущения. Например, сейчас было в том же районе самолет у нас, где управляющая компания самолет. Ошиблась и людям в течение практически года выкатывали счета, которые были, естественно, больше, а не меньше того, что люди должны были платить. И что теперь? Вернося? Ну да, будут компенсировать. Но это была целая огромная работа, ну и в том числе и депутатов, когда к этому пришли. То есть люди даже могли бы и не узнать, что, оказывается, они переплачивают. То есть кто-то, видимо, все-таки удивился, поднимает вопрос, подключили и вас, в том числе, и вы все вместе как-то смогли это пробовать. Многие к этому относятся как к налогам. То, что вот тебе налоговая пришла квитанция, знаете, как смертью налоги, без этого. Ну да, но тем не менее, все равно, вот есть ощущение, что, конечно, тут, безусловно, не касается этой городского округа, это прям уже федеральная такая, наверное, проблема, когда мы все получаем платежку по месту жительства и так далее, и все время ты, вот, нет ощущения такой, ты знаешь, что там, условно, там, 5000 рублей. Вот ты знаешь, ты как-то откладываешь, да, эту сумму. Но когда то 6, то очень редко вдруг, неожиданно может прийти чуть-чуть меньше, и ты думаешь, ой, наверное, в следующий раз, вот это ой, происходит, да. Ну, так что это вопрос, в данном случае вопрос, когда люди обращаются к депутату, и хорошо, что если вы решили хотя бы на одном конкретном жилмассиве, то уже здорово. Вопрос медицинский, насколько сейчас, вот уже пандемия у нас ушла, скажем так, ну, в какой-то степени в историю, нас очень часто здесь бывают врачи и так далее, как сейчас социальная, скажем, сторона работы депутата? Обращаются к вам с какими-то просьбами там помочь в какими-то медицинскими направлениями? Не, обращаются в том числе и пожилые люди, когда даже просто банально там лекарства, ну, как-то сейчас цены на лекарства, ну, для человека, которого даже работающего. Там сложно, да. Да, вот люди, которые на пенсии живут, естественно, с этим постоянно сталкиваемся в работе, стараемся и помогать. К сожалению, медицина, ну, не знаю, к сожалению, к счастью, она вынесена за рамки окружных полномочий, это полномочия субъекта. Вот. Стараемся работать, естественно, это гораздо сложнее, потому что тут пришел в администрацию, где-то можешь что-то узнать, уточнить, позвонить, людей, знаешь, номера из записной книжки, с областью работать чуть-чуть сложнее, но пытаемся где-то своими силами помогать, где-то также получаем информацию, разъяснять людям. Кого-то подключаете. Хорошо. Ну, и мы же понимаем прекрасно, что депутатская работа – это наказы, это выполнение наказов, и есть вещи, которые, как вот ваши коллеги рассказывали, что вплоть до того, что просят урну перенести там на 5 метров куда-то, ну, для меня, например, это странно, наверное, если урна мешает всему дому, то достаточно как-то все вместе этот вопрос решить, но, видимо, обращения такие есть. Есть у вас дела, которые, депутатские, да, наказы, которые долгосрочные, которые приходится держать под контролем, и которые вы не можете, например, ну, решить быстро, и вынуждены вы перед ними как-то отчитываться, в хорошем смысле слова вынуждены, что вот мы находимся на таком-то этапе. Нет, ну, конечно, таких вопросов много. Те же самые, там, транспортная доступность, которая, например, в полномочиях городского округа, там, то, что ход строительства, там, торги, как проходят по дороге, как реализация этого проекта, там, проектирование, именно, стройка. Есть долгосрочные, есть краткосрочные, которые, ну, решаются в рамках, там, работы, например, с управляющей компанией или с управлением ЖКХ города моменты. Ну, и на сегодняшний день какой вот образ избирателя? Это кто? Кто к вам больше всего обращается? Ну, понимаете, у нас, я просто тоже в разных округах был избирательных, да, везде он свой. Например, я вот в первом созыве городского округа Люберцем, у меня был основная территория, это Малаховка, Октябрьский, это сейчас его чуть-чуть поменяли, ну, грубо говоря, седьмой округ. Там старая застройка, там много частного сектора, избиратель один, именно тип человека. Ну, да, да, да. Люди пожилого возраста, которые уже давно прижились к этим. Немножко расслабленные, да? Да, у них проблемы уже другие, потому что проблемы, например, частного сектора и именно вот такой вот крупной современной застройки по типу мегаполиса, они, естественно, кардинально разные. А сейчас я депутат на территории, где 90%, если не 99%, это современный микрорайон со своими проблемами, потому что на старых территориях уже есть проблемы, но ее гораздо меньше. Вот эти детские сады и школы, а тут все молодые, все люди с детьми, все с маленькими детьми, им нужны хорошие детские площадки, им нужны детские сады, поликлиники, школы, вот эта вот вся инфраструктура. А молодежь приходит вот со своими, условно говоря, требованиями молодыми? Вот вы же депутат, давайте решайте, помогайте. Нет, конечно, приходит молодежь, очень много сейчас молодежи, я чему сейчас рад даже, начал ходить и на встречи, и обращаться, и со своими проблемами, и даже люди, у которых еще молодежь такая, которые еще в институтах учатся, которые еще нет семьи, там им интересны какие-то секции, например, спортивные мероприятия. Ну да, городская группа, это же территория спорта, мы знаем. Конечно, да. А как вот у вас контакт? Ну, мы же, ну, есть некий стереотип, да, человек зрелого, пожилого возраста, да, вот он иногда может прийти с какой-то проблемой, ну, которая может быть не особо и стоит какого-то решения, но тем не менее он требует и так далее. Молодым нужно здесь и сейчас, срочно, да? То есть это же у вас еще психологически какой должен быть, то есть у вас три депутатских подхода, да? Насколько вы психологически можете выдерживать это, и вы же сталкиваетесь даже с серьезными какими-то человеческими судьбами? Да, естественно, сейчас уже, как бы, уже в третий раз, будучи с депутатом, и имея опыт, еще и административная работа, ты уже на это чуть-чуть по-другому смотришь, ты уже хоть знаешь, в какую сторону бежать, а когда вот... Поначалу-то, наверное, сложнее было, да? Сравниваю поначалу, когда там приходит бабушка, у которой сгорел дом, и ей просто некуда идти. Хоть бери и строй, да? Да, хоть бери, ну, вот честно скажу, были такие моменты, прям сам из кармана доставал денежку, снимал ей гостиницу, хоть как-то помочь в рамках своих пока, потому что у нее нет ни родственников, ничего. Ну, ситуации очень бывают, там, где-то к депутату приходится с любой проблемой, там, это неоднократные случаи, приходит, жена говорит, меня муж бьет. Да. Вот. Ну, это, наверное, можно как-то в МВД обратить, или тоже не всегда, наверное, в нужную. И она, с ней начинаешь рассуждать... Нет, нет, в милицию, полицию не надо, да? Да, она говорит, ну, я сейчас собираюсь в полицию, его там посадят, например, или на учет какой-нибудь поставят. Нет, не надо, вот пусть не бьет, но это, чтобы не посадили. И ты начинаешь влезать в чужую семью, тоже как-то может, ну, за дело, конечно, бить нельзя, но какой у них конфликт, и всегда две стороны. И бьет ли вообще, на самом деле. И бьет ли вообще. И вот такие вот моменты, когда там приходят с маленькими детьми, и реально даже слезы бывают на глаза наворачиваются, какая проблема у человека. Ну, раз приходят, тут тоже одно из ключевых слов, приходят, значит, вам доверяют. И поэтому, наверное, ну, я так понимаю депутатскую работу, что это такая двойная ответственность, ты же не можешь там отмахнуться, например, от человека, или не можешь сказать, идите к другому депутату. Наверное, и такое может быть, если он перепутал округ. Вот, но вы, по крайней мере, можете своего коллегу предупредить, что вот к тебе там придет. Вот, но тем не менее, а какова вообще мера ответственности депутата? Что для депутата является, вот когда он говорит, знаете, как выдохнул, ну вот и хорошо, решили проблему, построили торговый центр возле этого ЖХ? Я считаю, для депутата, ну, во-первых, вот вы в начале разговора сейчас сказали то, что ты можешь послать его к другому депутату. Я считаю, это тоже не совсем правильно. Ты депутат городского округа Люберцы. То есть все наши избиратели. Да, и твои избиратели, они все. Ты как бы ответственен не то, что вот моя песочница, я только здесь моя, а ты не оттуда прописку покажи. Я на приемах ни разу у человека не спрошу про прописку. Он может прийти откуда угодно, может быть, даже из другого муниципалитета прийти. Это во-первых. А во-вторых, у депутата нет такого, что работа выполнена. Это не как вот, например, строительством я занимаюсь, если вот сразу. Ты объект построил, все, выдохнул, он готов, акты подписаны, все хорошо. Тут такого нет. Эта работа, она динамичная, и она постоянно получается какие-то новые вводные, новые, к тебе люди с новыми проблемами обращаются. То есть, круглосуточная и круглогодичная. По сути, да. Понятно. Ну что ж, Михаил Алексеевич, желаем вам на третьем сроке вашего пребывания в ранге депутата успехов. Тем более, что это тот случай, когда человек с опытом, который с молодых лет, скажем так, занимается уже не только депутатской, но уже административной деятельностью. То есть, еще и плюс бизнесмен, такое прямо уникальное сочетание. Так что, мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, а это покажут, во-первых, следующие выборы, а до выборов какие-то промежуточные обращения граждан, что ваши избиратели будут довольны. Мы желаем вам успехов. В студии «Открытого диалога» был Михаил Алексеевич Петрунин, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Вел программу Николай Певненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова